всем привет поставьте пожалуйста плюсики если меня хорошо слышно и видно супер вижу плюсики есть сегодня у нас последний вебинар в этом году посвященный новинкам новинкам и последним релизом имя logic меня зовут юлия я маркетолог компании just i занимаюсь продвижением имя logic сегодня большую часть большую часть всего эфира будет рассказывать продакт менеджер имя лоджика михаил боголюбов миша расскажет основную часть и в конце у нас останется время для вопросов на ответы вопросы можете задавать по ходу вебинара и или в конце и конечно же запись ведется и видеозапись этого вебинара будет отправлена всем участникам всем участникам на этом я зову мишу миша выходи в эфир и передаю тебе слово коллеги всем привет надеюсь у меня сейчас тоже хорошо слышно и видно поставьте пожалуйста плюсик и если все кто я тогда приступлю все вижу отлично но еще раз еще раз представлюсь меня зовут боголюбов михаил я являюсь менеджером продукта компания just i и сферу моих обязанностей входит в том числе развитие сервиса имя logic пару слов скажу про нашу компанию just i для тех кто впервые с нами компания just i занимается развитием различных сервисов продуктов которые связаны с искусственным интеллектом у нас достаточно большой стек технологии который ориентирован на разные категории пользователей на разные задачи у нас есть продукты ориентированные на разработчиков на лингвистов есть имя logic который больше степени ориентирован на пользователей от бизнеса то есть клиентам не нужно являться разработчиками не нужно уметь ходить для того чтобы создавать свои готовые решения то есть такое своего рода но код решения но тем не менее она достаточно гибкая и позволяет реализовать множество различных кейсов но так или иначе если вам интересна сфера голосовых технологий если вам интересна схема направления искусственного интеллекта то обязательно ознакомьтесь со всеми нашими продуктами наверняка вы найдете для себя что-то интересное и помимо имя logic но так или иначе сегодня наша основная основной момент который мы хотели с вами обсудить и рассказать это как раз такими logic что днем происходило последние несколько месяцев потому что на самом деле мы достаточно давно не делали такие обзорные вебинары чтобы рассказать о том функционале который у нас появляется в продукте и который может быть интересен большому количеству клиентов ну давайте тогда чем сразу буду шарить экран и мы с вами пройдемся по некоторым направлениям и моментам а во первых я хотел рассказать еще один такой момент относительно нашего основного сайта и me logic ком на самом деле он тоже достаточно часто обновляется у нас там появляется множество различных материалов кейсов информация там постоянно актуализируется добавляются разные ссылки на интересные новости и так далее поэтому я просто знаю что многие из наших клиентов когда начинают работать с продуктом они уже напрямую в основном переходят по ссылке а по me logic комп и минует наш лендинг но все равно я советую периодически его посещать потому что достаточно активно развивается и появляется информация которая действительно может быть полезна при работе с продуктом при создании сценариев для ботов как для чат ботов так и для голосовых даже на самом деле если вы пользуетесь ними ложеком и какими-то другими решениями то тут есть достаточно много полезной информации инфографики которая поможет вам в реализации ваших идей ваших кейсов и пару месяцев назад у нас тоже появился такой достаточно интересный гайд который позволяет который раскрывает множество различных аспектов по созданию ботов по созданию сценариев так далее поэтому если вам данная схема данная тема и данная специфика интересна обязательно посетите есть ссылка на основной странице me logic а поэтому пройтись по основным пунктом это вам сразу поможет в решении множество ваших ваших проблем тут есть ссылки на уроки поэтому тут тоже для новичков для тех кто никогда не работал с продуктом возможно такое первое погружение продукт и первые шаги удобнее делать через данный гайд потому что тут уже все структурировано вы поймете куда вам нужно первую очередь обращать внимание на что и уверен то что без проблем сможете создать своего первого бота и своего бота который уже будет приносить там либо доход либо оптимизировать какие-то затраты вашей компании поэтому обязательно периодически заходите на наш лендинг что еще хотел рассказать помимо нашей сегодняшней сферы темы это нашу документацию бывает часто приходят запросы от клиентов от пользователей относительно того где мы можем ознакомиться с новинками три продукта то есть мы конечно публикую в нашем комьюнити в телеграме наверняка многие из вас оттуда пришли но тем не менее у нас есть еще раздел документации который называется help me logic ком и тут есть как раз таки ссылка который называется новости перейдя по данной ссылке вы можете ознакомиться со всеми изменениями в продукте которые у нас происходят на самом деле нас происходит достаточно часто практически каждые две недели у нас выходит новый релиз в рамках продукта добавляются новые возможности исправляются какие-то ошибки и то корректировки вносится поэтому если вы уже достаточно плотно работаете с нашим решением то тоже советую периодически сюда заходить смотреть что появилось нового потому что иногда бывает что когда привыкаешь к кому-то одному способу создания ботов создания сценариев то можно иногда не заметить появление каких-то новых возможностей а зачастую они оказываются достаточно полезными и не раз я сталкивался с тем что клиенты придумывали типа сложные решения для тех или иных проблем которые у них возникают а по факту у нас тоже было все решено то что на самом деле мы всегда ориентируемся на обратную связь от клиентов то есть все эти пожелания которые вы присылаете и нам комьюнити и пишите в поддержку все это просматривается мы стараемся это определенным образом приоритизировать и дорабатывать наш продукт то есть по большому счету все эти идеи все эти дополнения которые у нас появляются это все реализовано на основании ваших запросов ваших идей поэтому обязательно периодически доходите продукт я вот раздел новости и проверяйте что же там произошло в этом году у нас уже релизов не будет но в начале следующего года как раз тоже у нас появятся новые функции новые возможности которые могут вас заинтересовать буквально только в нашем комьюнити увидел запрос на того когда у нас появится мужской голос в входящей телефонии и сразу могу сказать что он появится как раз таки начале следующего года но и еще там будет ряд доработок которые могут вас заинтересовать а так ну наверное такую вводную часть буду постепенно заканчивать и уже перейдем непосредственно продукт и расскажу что же у нас тут происходило нового и появились такие основные возможности за последние несколько месяцев конечно это многих интересует оплата потому что часто приходят клиенты с вопросами как нам каким-нибудь более-менее простым способом интегрировать возможность оплаты наших ботов потому что на самом деле у нас и раньше была такая возможность но с помощью сторонних сервисов там есть некоторые ограничения но тем не менее это было достаточно сложно сейчас у нас продукте появился готовый блок который эту проблему решает но тем не менее тоже пару слов скажу как у нас вообще в целом устроена устроен наш продукт самого начала потому что насколько я знаю есть клиенты сегодня слушатели есть которые впервые пришли к нам и еще не работали с миложиком после регистрации вы попадаете на основной экран который разделен на две категории чат-бота и звонки и в рамках каждой из этих категорий вы можете создавать неограниченное количество ботов то есть у нас нет никакого никаких ограничений вне зависимости от используемого тарифа на количество ботов то есть вы можете создать их хоть 10 хоть 100 хоть тысячу подключать их к любым каналам и у вас все будет работать у нас единственное что она старифицируется на старифицируется уникальные пользователи мы говорим про чат-ботов то есть вы можете создать пример там не знаю 10 ботов в разные каналы и все что единственное зачем нужно будет следить это уникальные пользователи которые вас отражаются вашей статистике ну со звонками то немножко по-другому со звонками там трифицируется минуты но логика такая же то есть мы никак не ограничиваем клиентов клиентов по количеству создания сценария что касается включения тарифов тоже у нас есть отдельный отдельный раздел тут я думаю в принципе все понятно есть разные тарифы с разным количеством уникальных пользователей есть дополнительные пакеты поэтому я думаю если вы уже непосредственно начнете плотно работать с продуктом то тут с легкостью в этом разберетесь но что еще важно сказать что у нас есть бесплатный тариф который у нас бесплатно но он бесплатный на постоянной основе то есть вы никак не ограничены по времени вы после регистрации сразу на него попадаете и можете тестировать ваше решение создавать сценарий для ботов проверять их каналах можете проверять их на реальных клиентах то есть это не какое-то там ограниченное решение то есть весь функционал работает единственное ограничение то что у вас есть только 100 уникальных пользователей но в принципе для начала работы с продуктом этого зачастую бывает вполне достаточно примеру можно создать какой-то там условно говоря тестовый сценарий mvp попробовать его разместить на какое-то определенное время посмотреть конверсию как вообще пользователь взаимодействует с ботом потестировать что-то какие-то свои гипотезы и когда вы уже поймете что все хорошо работает то что подобное решение но закрываете проблемы которые вы хотели как раз решить с помощью чат-ботов вы можете переходить уже на один из платных тариф но в любой момент вы можете вернуться обратно на бесплатный то есть мы никак не ограничиваем то есть если вы например укладываетесь в эти 100 пользователей в месяц то у вас все будет работать у нас достаточно на самом деле даже много клиентов которые укладываются бесплатный лимит так ну теперь уже непосредственно переходим к нашей основной теме сегодняшнего вебинара это те новые функции которые появились в рамках продукта ну и начнем наверное с основной это возможность оплаты приема оплаты оплаты в телеграме реализована это следующим образом у нас теперь наши палитре блоков покрупнее делаешь чтобы всем всем было видно в палитре блока появился отдельный пункт который называется оплаты телеграм он пока у нас бета потому что мы проверяем еще все особенности его использования но тем не менее вроде ни с какими проблемами проблемами мы не столкнулись более того мы сейчас уже применяем данное решение для своих нужд и сегодня тоже расскажу об этом поподробнее но тем не менее пока бета но я думаю то что мы уже в рамках ближайших редисов значок уберем потому что все работает достаточно стабильно появляется появился блок который вы настраиваете с помощью вы указываете ряд параметров которые необходимы для его работы если что тут есть достаточно подробная документация опять же может не переживать записывать сейчас все за мной потом просто перейти в документацию посмотрите как это работает но тем не менее пройдусь по пунктам и расскажу хочется отметить что это на самом деле делается достаточно все просто поэтому можете не переживать что вы столкнетесь какой-то сложности при настройке данного решения для того чтобы включить оплату в боте в телеграме вам необходимо получить токен платежной системы токен платежной системы получается для того чтобы получить вам необходимо перейти в раздел перейти в телеграм в раздел вот фазер этот бот как в телеграме он используется для создания токена для ботов то есть я думаю в любом случае если вы хоть раз в жизни отвечали ботов в телеграм вы отлично знаете что это сервис тут достаточно все тоже просто реализовано вы пишете ему и там с помощью кнопок вы можете создавать вот управлять ими так далее токенами и один из одной из возможностей возможностей настройки ботов теперь как раз появилась появились платежи то есть при выборе вашего бота вы можете перейти в раздел платежей и выбрать одну из онлайн касс которые вы хотели бы использовать в рамках вашего сценария то есть это на самом деле очень удобно потому что вам не нужно подстраиваться то скорее всего если вы сейчас каким-то образом интернете принимаете платежи с большой долей вероятности вы используете одну из касс которые уже доступны тут есть как российские решения так и множество зарубежных онлайн касс которые тоже доступны для подключения то есть в том числе и stripe если к примеру вы планируете работать с европейскими клиентами может там более распространен распространена данная система есть ряд сервисов из ближнего зарубежья то есть есть сервис из узбекистана и так далее то есть скорее всего никаких сложностей с поиском подходящей платежной системы вы не столкнетесь то есть достаточно большой перечень и каждую из них можно включить подключается она тоже достаточно просто вы выбираете ту систему которая которая вас интересует и вас перекидывает уже в нужный раздел там нужно будет указать параметры и при необходимости вам вам нужно будет указать какую кассу вы хотите создать вы хотите создать кассу на основании вашей рабочей платежной системы то есть ту которую вы используете настоящая либо при необходимости вы можете использовать тестовую систему то есть мы выбираем к примеру касса и мы можем выбрать либо и у касса тестовая либо и у касса лайк подразумевается то что ваша основная система тестовая она пригодится случае если вы хотите сначала протестировать решение попробовать как бот будет построить сценарий посмотрите как вот будет работать с платежной системой и так далее поэтому советую вначале выбирать тестовую и потом когда вы поймете что все окей и все работает корректно то можете уже потом включить свою реальную платежную систему единственное перед тем как это заниматься настройкой подключение основной платежной системы нужно скорее всего будет обратиться к тому решение которое вы используете то есть условно говоря q-class или любому другому сервису и уточнить возможно ли включена ли у вас настройка для приема платежей через бота обычно в данных сервисах они поддержка они знают о чем контекст данного вопроса они поймут то есть спросите можно ли использовать мою систему для приема платежей в ботах они вам подскажут и если что включить нужную настройку когда это все заработает то соответственно вы можете уже опять же перейти настройки вашего бота в милоджик и указать нужный токен то есть вначале час у меня например указан тестовый токен но если бы мне я например все протестировал понял что не данное решение подходит то я бы просто поменял токен то есть мне даже не нужно было создавать заново сценарий ничего редактировать а просто меняют этот токен на основной и у меня уже все работы с моей основной платежной системой есть еще ряд настроек которые необходимы для того чтобы у вас вот заработал чтобы прием платежей будете заработать во первых вы можете использовать параметр разрешить клиенту делиться ссылкой на оплату этот параметр необходим для того чтобы пользователи могли к примеру пересылать запросы на оплату другим клиентам то есть есть два варианта вы можете либо оплатить только находясь внутри бота то есть мы например вы общаетесь потом он он присылает ссылку на оплату и только внутри данного разговора вы можете ее совершить если же вы ставите галочку что вы разрешаете клиенту делиться ссылкой на оплату то он может например переадресовать данное сообщение кому-нибудь там не знаю своему знакомому партнеру и так далее и он сможет эту ссылку воспользоваться и оплатить поэтому тут зависит от того кейса который вы реализуете затем вы указываете некоторые параметры которые необходимы для того чтобы для того интерфейса который будет отображаться при осуществлении оплаты то есть вы пишете например название услуги описание то есть это вся та информация которая который клиент увидит при попытке оплаты вы можете указать какую-нибудь ссылку на изображение и затем указываете просто стоимость стоимость можно указать в различной валюте то есть рублях доллара евро и то ограничений нету единственное опять же у некоторых касс есть свои лимиты по платежам то есть не менее какой-то определенной суммы и не более какой-то определенной суммы поэтому тут опять же и в зависимости от того какой платежной системой вы пользуетесь проверьте чтобы та сумма которую вы хотите заниматься ваших клиентов она попадала в данные лимиты если она попадает то никаких сложностей быть не должно но и есть еще такой последний дополнительный параметр это данные для счетку актура это какие-то комментарии дополнительной информации которого не хватит который вы хотите отобразить уже для например своей бухгалтерии своих сотрудников то есть это та информация которая не будет отображаться клиентам то если например можете написать что там это платежи поступают из бота или вы можете использовать на самом деле даже переменные какие-то которые то есть вы запросите какую-то информацию клиента например его фио сохраните и добавите сюда данную переменную и когда клиента будет запрашивать его имя или имя фамилию то информация будет сохраняться и она будет выгружаться вашу отчетность поэтому это на самом деле позволяет оптимизировать уже последующую всю работу с платежами чтобы в них не запутаться ну и по сути на самом деле всем по большому счету заполнив данные пункты данные параметры вы уже сможете принимать платежи с ваших клиентов мы с вами посмотрим как это все работает но предварительно еще хотел некоторые возможности которые нас появились конструкторе тоже кратко показать чтобы все были в курсе и продолжить несколько кейсов для их использования в последнее время где-то месяца полтора назад у нас появился еще блок расписания в рамках данного блока вы можете настраивать какую-то дополнительную логику бота в зависимости от того какое сейчас время для чего это нужно бывают часто у клиентов потребность например чтобы в определенное время отрабатывал бот а в другое время осуществлялся переводная для примера реализовал такой кейс то есть показал что например понедельник сегодня у нас мы можем представить что у нас нет нет оператора во все остальные дни оператор был бы на месте и получается я указываю данный временной период и говорю что выбранное время то есть во все дни кроме понедельника мне необходимо чтобы вот шел по данной ветке диалога то есть тут мы говорим то что мы сейчас вас переведем на оператора и осуществляется перевод но предположим например сегодня понедельник это праздничный день и у вас операторы недоступны соответственно вам необходимо чтобы вот отрабатывал по другой логике пошел по другой ветке и нашего кейса представим например что в обычное время все расчеты осуществляет оператор а вот сегодня например вы готовы доверить к боту и помощью нашего функционала оплаты продавать курсы пример курсы по созданию по созданию чат-ботов соответственно у нас мы готовим сценарий который предлагает что в любые дни у нас перевод на оператора сегодня оператора нет поэтому мы информируем клиента примеру о стоимости курса и переводим его на этап оплаты телеграм то есть сегодня понедельник у нас все оплата будет осуществляться только через наш стройный функционал настраивается все достаточно просто я думаю что у кого у каких сложностей в одни то не должно и насколько я знаю тоже уже клиенты наши достаточно активно начали применять это это на самом деле удобно еще и не только для чат-ботов но и для голосовых сценариев особенно если мы говорим про авиары когда нам нужно зависимости от времени суток распределять простизировать обращение и теперь это все достаточно просто настраивается но для чат-ботов тоже на самом деле часто запрос клиентов он заключается в том чтобы в рабочее время все обращения попадали на живого человека на оператора а в ночное время запроса обрабатывал вот соответственно тут тоже вы все это можете настроить можете поставить например все дни недели чтобы был перевод на оператора с 10 до 8 а значит в период с 8 с 8 вечера до 10 утра у нас все обращения будут попадать на бота но тут на самом деле идей много кейсов много вы можете строить это более сложную логику то есть вы можете использовать несколько блоков списания подряд и в зависимости от этого например распределять по распределять обращение клиентов по разным веткам можно даже еще более сложную логику реализовывать когда например у вас есть какая-то интеграция с битриксом и вы можете на разных операторов зависимости от текущего времени распределять обращение то есть по большому счету всю логику маршрутизацию поступающих обращений вы можете именно на стороне именно логика настроить и один раз и забыть про это и все в дальнейшем будет работать а другой тоже важный функционал он появился на самом деле еще летом но тем не менее тоже иногда часто бывают вопросы по этому поводу ряд клиентов использует наше старое решение которое там она была посложнее его нужно было настраивать с помощью сторонних сервисов сейчас же появилась уже полноценная интеграция с google таблицами которая позволяет получать значения позвонить позволяет сохранять это значение в google таблицы и удалять удалять строки чистить ячейки то есть тут на самом деле тоже благодаря этому функционалу можете достаточно сложную логику реализовывать внутри ваших ботов они могут на основании полученных из таблиц данных формировать какие-то параметры наименования товаров они могут сохранять лидов в гул таблицы часто пользуются тоже такой популярный кейс это добавление значения в строку когда вы просто по итогам взаимодействия с клиентом агрегируете всю информацию сохраняете какую-то переменную и потом добавляете новые сроки вашу таблицу а суть у вас появляется такая своего рода crm-система которая которая не требует каких-то дополнительных затрат вам не нужно приобретать лицензию а все работает через google таблицы например если у вас будет относительно небольшой бизнес магазин и часто бывает что как раз таки подобных случаях как раз таки пользуется google таблицами тут все достаточно просто интегрируется подключается я думаю что тоже каких-то сложностей возникнуть не должно то есть тут вы выбираете таблицу которая вам необходима в рамках вашего в рамках вашей интеграции выбираете лист внутри таблицы и указываете просто действия которые вы хотите реализовать примеру тут мы хотим получить значение ячейки b1 тут данном случае я представил что тут например была бы какая-нибудь ссылка на курс то есть в рамках нашего сценария мы видим то что я дохожу до блока оплаты у меня происходит успешная оплата если оплата успешная значит я предполагаю что клиент оплатил стоимость курса и я могу скинуть ему ссылку на этот курс при необходимости вы можете ставить свои внутренние и те метки чтобы потом отслеживать конверсию на самом деле тоже идей много возможности много поэтому тут много во многом это все зависит от тех потребностей которые перед вами стоят так ну и теперь раз мы с вами с этим сценарем ознакомились можем попробовать его протестировать как он выглядит то есть телеграме общаемся с ботом вот мне сообщается что сейчас оператора нету то есть как мы с вами помним расписание указал что перед денег у меня день не выбран поэтому вот идет по ветке что оператора нету и сообщает мне об этом снова говорю да то что мне предлагают купить курс выкупить до 100 рублей готов ли оплатить но снова да вот и теперь мы видим сами как вообще в целом выглядит оплата то есть у нас появляется такой блок который при нажатии позволяет отобразить какую-то дополнительную информацию название название курса и его стоимость к примеру я готов его оплатить я перехожу нажимаю кнопку pay и мы с вами видим стандартную форму юкассы то есть тут еще тоже важно понимать что через нас никакие платежные данные не проходит проходит через тот сервис телеграма который реализован на их стороне поэтому за какую-то свои свои данные можете не переживать даже если у вас там в том числе я имею ввиду например если вам сторонние пользователи или партнеры создают сценарий они никак не смогут отслеживать какие-то данные от карт ваших клиентов поэтому это все хранится на стороне телеграма точнее даже на стороне и у кассы насколько я знаю telegram тоже информация никак не попадает поэтому можно не беспокоиться относительно безопасности данных а так теперь я например хочу оплатить курс так как у меня касса тестовая я могу воспользоваться тестовым тестовыми значениями для платежной карты они в инструкциях тоже есть я вот тут для пример зашел документацию и кассы и тут подробную информацию как раз описано как это все настраивается и как раз таки тут представлены данные от карт которые можно с помощью которых можно все тестировать ввожу эти данные указываю штуката действует 12 21 и нажимаю на оплату все мы видим то что мой платеж был осуществлен с меня сняли 100 рублей но сняли бы если бы я воспользовался реальной картой и вот вот представлены к примеру ссылку на курс я тут ставил ссылку эмилоджика но при необходимости вы могли бы воспользоваться указать какую-то ссылку которая леванта например только для данного конкретного клиента и она бы подгрузилась в google таблиц то есть у нас это в рамках сценария выглядит следующим образом вот ваша ссылка на курс и тут я просто указал переменную которая соответствует значению который я указывал при настройке с google таблицами соответственно как я уже сказал вы могли бы поставить какие-то дополнительные метки и отслеживать еще дальнейшую судьбу клиента после оплаты по большому счету тут на самом деле достаточно я надеюсь что это достаточно просто все даже для тех пользователей которые первые сталкиваются с подобным функционалом потому что есть достаточно новых гайдов у нас есть инструкция подробно на настроек всех параметров которые необходимы для подо для данного сценария на стороне платежной систем тоже есть документация по настройке платежей в чат-ботов в чат-ботах по поводу всех карт которые можно использовать для тестирования ввода учеток и так далее поэтому если вам данная сфера и данная данный кейс кажется интересным то обязательно попробуйте это все даже если у вас сейчас нету платежной системы но вы хотите например потестировать вообще будет работать то тоже все можете настроить попробовать у меня в своей личной кассы нету но тем не менее я создал тестовую и все у меня работает я могу пробовать реализовать какие-то кейсы и так далее ну и как я сегодня тоже говорил хотел хотел рассказать то что мы уже данное решение используем и для своих продуктов наверное многие из вас слышали что они так давно мы запустили сервис ими войс который позволяет синтезировать речь и использовать ее либо своих решениях но и мы постепенно подключаем ими войс и внутри внутри своих продуктов сейчас есть стандартные голоса ими войс которые используются телефонии но мы постепенно нашу интеграцию будем зарабатывать и как раз таки один из способов приобретения этих голосов этот это бот в телеграме с которым вы можете взаимодействовать вы можете отправлять данные для для синтеза и оплачивать их с помощью как раз таки того функционала который мы сегодня с вами разобрали то есть тут все реализовано точно так же я указываю что я хочу приобрести мне предоставляет дополнительная информация относительно того что это за услуга и так далее и тут я уже могу ввести карту тут уже подключена не тестовая учетка от юкассы полноценная и соответственно эти платежи сразу попадают в юкассу и мы их можем отслеживать поэтому это как хотел показать как в качестве примера что решение оно применимо для реальных кейсов то есть его можно попробовать если что тоже переходите нашего бота называется им его из бот можно посмотреть как это все работает проверить что это все работает быстро их сложности не возникает так далее поэтому думаю что без проблем можете применять данный функционал для решения своих задач ну и что касается кейсов на последок тоже скажу только тут достаточно много по крайней мере опять же на ориентироваться будут на те идеи которые приходят от наших пользователей от наших клиентов это продажи различных курсов то есть достаточно просто это все реализовать особенно сейчас это стало актуально есть различные марафоны курс и так далее когда необходимо от пользователя получить плату за предоставление ссылки например куда-либо мы сами сегодня рассмотрели реализуется все предельно просто буквально вот такой сценарий создается там минут за 10-15 и он позволяет полностью автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами то есть например можно ссылку на это будет оставлять в телеграм-каналах в инстаграм-аккаунтах и это без проблем будет работать при необходимости можно реализовать и более сложные кейсы так как у нас поддерживается интеграция например с битриксом и есть инструменты которые позволяют осуществить интеграцию с какими-нибудь сторонними crm-системами там сама crm retail crm вы можете полностью автоматизировать какие-то свои процессы которые связаны с приемом платежей то есть даже по большому счету можно продавать товары то есть клиент приходит к вам фото он может запросить примеру там не знаете мы говорим про авто товары например шины вы продаете вы делаете запрос свою crm-систему crm-система например отправляет информацию относительно того что у вас сейчас доступны такие ценаминования шин вы их предлагаете клиентам на основании стоимости у вас через через переменную например не заранее указываете стоимость указывать переменную которая будет подтягивать стоимость из вашей crm-системы вы выставляете счет клиенту платеж и он это оплачивает и при необходимости вы сразу эту информацию тоже получаете инструментов у нас множество если кратко скажу что у нас есть там отправка имейла отправка смс то есть вы можете дополнительно формировать клиента примера о том то что он приобрел стульную услугу вы можете дублировать ему ссылку там опять же в почту по sms отправить чтобы она не потерялась поэтому вот если попытаться комбинировать все те решения которые есть внутри конструктора и применять их в рамках ваших сценариев то я уверен что вы можете закрыть практически любые кисы любые ваши идеи которые вам необходимо реализовать с помощью бота так коллеги наверное я такую основную всю информацию которую сегодня хотел рассказать предоставил поэтому давайте посмотрю были ли вопросы и постараюсь на них ответить так спрашивает будет ли работать такой киев в instagram тут зависимости от того что вы подразумевали то есть если вы хотите именно в директе директе инстаграма взимать плату то такая вот такой возможности сейчас нет но вы можете отправлять клиента в телеграм-бота и внутри этого бота раз уже брать платежи такой киев тоже у нас уже одним клиентом был реализован насколько я знаю и достаточно это все удобно работать то есть можно заранее даже предупреждают клиентов то что мы с вами сейчас взаимодействуем в инстаграме но для того чтобы оплатить услугу вам нужно перейти в telegram там совершить оплату и соответственно это все сделать так так принять оплату но вы пишете то что вы делали через битвы за 4 но это на их решениями то есть не той оплаты 3 грамм который у нас реализована а с помощью решения битрикса если так то да там у них тоже есть достаточно большое количество инструментов которые позволяют взимать платежи поэтому если у вас уже есть битрикс и вы им пользуетесь как вашей серверной системой то конечно можно использовать и их собственные решения насколько я знаю ником и и программские платежи тоже поддерживаются но если вы например хотите это делать каких-то других сервисах каналах которые не из битрикса то можно пользоваться тем решением которые сегодня описывал чем чем отличается ими logic и gcp платформ тут на самом деле это наш наш продукт gcp как я рассказал наши решения они ориентированы на разные категории клиентов то есть мы стараемся предлагать продукты как для разработчиков так и для пользователей которые не являются разработчиками не обладают например там такими техническими навыками чтобы полностью самостоятельно с помощью кода создавать решения если мы говорим про gcp все-таки это ориентировано больше на разработчиков у нас там используется специальный язык dsl он на самом деле не очень сложный он такой скриптовый но тем не менее все равно нужно обладать определенными навыками чтобы на нем писать на ли для бота в целом платформа gcp она конечно более гибкая она позволяет гораздо больше кейсов реализовывать там поддерживается больше различных интеграции с внешними сервисами но тем не менее как я сказал она не обладает на текущий момент готовым решением для визуализации самого сценария то есть мы говорим про ими logic то это визуальный конструктор который с помощью которого можно достаточно просто строить логику gcp сейчас этого нет но в ближайшее время мы как раз тоже планировали уже доработать конструкторы там который позволит эту проблему решить но если наверно так кратко резюмировать то наверное имя logic это все-таки такое более базовое решение для пользователей которые не обладают навыками разработки программирования но тем не менее у них есть потребность решения определенных бизнес-кейсов gcp это более такая платформа ориентированная ориентированная на enterprise сегмент на пользователя которых есть свои разработчики или они сами являются разработчиками и с помощью данной платформы они могут создавать полноценные решения но тоже отмечу что на самом деле ими лоджиком часто пользуются и enterprise клиенты то есть различные телефон операторы банки для решения каких-то конкретных задач зачастую например чтобы если клиентам пользователям не нужен какой-то суперсложный бот а у них есть конкретная потребность решения определенной проблемы там например совершить обзвонные по перечню клиентов или вот реализовать боты которые будут взимать оплату это все легче делать с вами logic потому что это визуальный конструктор он позволяет там буквально за 15-20 минут создать какой-то базовый сценарий но принципе у me logic тоже можно делать все сложные сложные кейсы так можно ли сделать оффлайн бота хотя бы частично чтобы без интернета можно было но нет у нас все-таки если мы опять же говорим про ими лоджик это облачное решение и так или иначе для того чтобы у вас бот работал вам необходимо будет подключение к интернету то есть без этого не обойтись но может быть я неправильно понял кейс и вы хотели может быть что-то другое но так иначе да пока если я правильно понял вопрос то без интернета такой возможности нет так ну тут я вижу на продублировали вопрос про отличие платформ наших ну да повторюсь то что это зависит от ваших кейсов грубо говоря если вы можете реализовать как это более-менее если сценарий реализуем с помощью имя лоджика то наверное проще его создавать на имя лоджик если вы понимаете что это какой-то совсем слоганый кейс который требует там множество интеграции с внешними системами чтобы там используется много кода например джесс который необходимо просчитывать логику внутри существующего сценария то наверное проще проще именно джессики нужно во файне разрешить давать заметки но пока да пока честные возможности именно оффлайна не вижу тут ну да тут наверно если мы говорим про решение чат-ботов то такого только в онлайне диалоговом режиме ну да я примерно понял про ваш кейс но нет текущий момент мы если мы говорим то это только в онлайне у нас в принципе поставляется имя лоджик почти он прям версии но не знаю насколько это для вас будет актуальной для решения такого кейса то есть достаточно все уже наверное такая глобальная задача которая требует и достаточно больших затрат и определенные их определенной подготовки на вашей стороне точки зрения поддержки всего этого решения но это там все таки наверно про полная файна мы говорить не можем так вроде больше сейчас вопросов не переключаться между режимом чат-бота и нашего внутреннего скрипта в чат-боте который работает в оффлайне тут на самом деле наверное такой в рамках по поводу этого кейса лучше даже сейчас написать нашу поддержку может быть ребята что-то придумать потому что нужно потом побольше контекста и понять в каком канале вы хотите реализовать наверное да вот написать поддержку рассказать про тот канал который вы хотите использовать и немножко подробнее рассказать про тот скрипт который вы хотите поддержать рамках бота я думаю что вам ребят с поддержки точно подскажут потому что да вот сегодня не отметил но еще раз скажу что у нас работает поддержка в рабочие дни ежедневно можете писать любые вопросы которые у вас возникают по работе с продуктом независимости от того являетесь ли вы клиентом который оплачивает тариф не оплачивает тариф может пришли только сегодня все вопросы мы обрабатываем и при возникновении каких-то сложностей ребята с поддержкой вам обязательно обязательно помогут поэтому приходите к нам там пробуйте что-то тестируйте и думаю что по ходу дела мы поможем разобраться решение всех ваших проблем спасибо вам тоже всем спасибо за то что вы участвовали в нашем сегодняшнем такому же предновогоднем вебинаре где вам постарались хоть и кратко но тем не менее рассмотреть все те такие ну более-менее крупные доработки которые произошли за последние несколько месяцев но опять же обязательно пишите нам любые идеи которые у вас возникают может быть даже они вам покажутся и не очень реализуемыми но тем не менее по все что вы пишете все что пишите поддержку все что пишите в нашем комьюнити мы обязательно рассматриваем приоритизируем стараемся реализовать по мере возможности но в любом случае ждем и вас нашим в наших продуктах и ждем что вы с помощью имелоджика сможете создавать решения которые помогут вашему бизнесу на этом буду заканчивать всем большое спасибо всем наступающим новым годом хороших праздников да я тоже скажу да еще раз что видео запись будет она будет выслана всем участникам вебинара спасибо вам за участие и за интересные вопросы ждем вас на следующих наших мероприятиях всем пока спасибо